Добрый день, меня зовут Алексей Павликс. С подачи Владимира примерно с год назад он начал очень сильно в эту сторону думать, написал поведенных дел касаемо то, что я называл луберизацией экономики, то есть это то, что Владимир, может быть, более серьезно называется по моим платформам. Речь идет о том, что мы имеем дело с явлением, которое перестраивает всю систему взаимоотношений по секторам экономики, делает ее более эффективной, меняет еще многие принципы, к которым надо приспособиться, и если сопротивляться, то бессмысленно, то лучше это назвать. Сейчас у нас картинка какая-то появится. Так, поехали. Что такое экономика? Экономика, по сути, это все мы, компании, люди и так далее. То есть в экономике есть субъекты, есть связи между ними. Если посмотреть те учебники про экономики, курсы про экономики и так далее, то курсы полностью в основном со строящими субъектами. То есть они учат, как субъекты будут более эффективными. В то время как экономика чуть более чем на половину состоит из связи. Если мы посмотрим на любой современный пример, это такая маленькая коробочка в конце. Для того, чтобы собрать любой современный продукт, который человек сможет потребить, необходимо достаточно такая глубокая цепочка переделок вглубь. То есть вот простой продукт рубашка. Но если вы возьмете и деревом разрисуете, какие материалы, технологии, какое количество переделов происходит для того, чтобы эта рубашка появилась, то там на самом деле уровней достаточно большое количество. И получается интересный момент, что на каждом этом уровне мы имеем дело с экономическими отношениями между субъектами, с взаимодействием, с оптимизацией, с выбором поставщика, с условиями и так далее. А теперь представляем себе как сложный процент. Что такое, если мы на каждом уровне из четырех сэкономим по пять процентов? Или потеряем по пять процентов? По пять процентов потеряли, на 22% выросла конечная стоимость. По пять процентов сэкономили, на 19% она упала. Если этих уровней шесть, цифры становятся еще более интересными. И по моему убеждению, очень важно, конечно, каждый бизнес там оптимизировать внутри. Но система в целом нуждается в значительной оптимизации. Там огромные запасы есть по времени, по скорости обращения в этой системе, по конкуренции на каждом уровне. И здесь мы в затопке переходим к следующему вопросу. Что такое экономическое решение на каждом уровне этой системы, в каждой взаимосвязи между экономическими агентами? Если мы берем рациональное экономическое решение, то у нас складывается с трех, с моей точки зрения, очевидных компонентов. Первая компонент – это предмет решения. То есть, что мы выбираем, то есть, что мы покупаем. Мы должны очень четко себе представлять, что мы хотим получить. Чем четче мы это фиксируем, тем более эффективными и, в конечном итоге, бесконфликтными это отношение дальше будет. То есть, вот ремонт все делали. Ремонтник говорит, я сделаю все хорошо, вы вам просто поверили. Выяснилось, что ваше хорошо и его хорошо, на 4 градации обличающихся, в результате у вас конфликт, все недовольны. Поэтому, вот эта вот степень определенности предметной сделки – это важнейший фактор экономического взаимодействия. Второй момент – цена. Ну, это самое простое, потому что это цифра. Она может быть больше, может быть меньше. Она может по времени как-то разлагаться, но это все достаточно простые вещи. И третий компонент – это риски. То есть, под рисками мы понимаем всю ту совокупность возможностей, когда что-то пойдет не так в этом экономическом соотношении, и все те последствия, которые принесут в сторону, если что-то пошло не так. При этом про риски нужно понимать, что цена риска обусловлена субъективным состоянием субъекта, которое партнеру по связи неочевидно. И более того, он у него и не дается. То есть, вот простой пример. Риск того, что машина, такси, которую вы заказали, не поедет вовремя. Насколько вот он для вас важен. А это все зависит от того, куда вы едете. Потому что, если вы едете в ресторан, это одна история. А если вы аэропорт, то совершенно другая. Соответственно, если мы посмотрим на эти три компонента, то мы поймем, что предмет сделки, в зависимости от того, с чем мы имеем дело, может быть от предмета, который можно очень хорошо и четко описать, структурировать, классифицировать и привести к достаточно высокой степени единства понимания, до таких материй, куда вовлечен эстетический или эмоциональный выбор. Но вы никогда не опишите картину, или женское платье, или дамскую обувь, или костюм. Ну вот не опишите вы его в той полной мере, чтобы у вас вот вы могли, закрыв глаза, абсолютно его 100% представить и принять обоснованное решение, и потом не разочароваться. А что если? А что если? А что если можно? Если можно, то это гайка, не знаю, пунжа, какие-то вещи такие, которые имеют более-менее какие-то стандарты, на которые можно опереться. Вот мы сейчас про что если мы дальше поговорим. Что касается рисков, то риски на 90% сводятся к репутации партнера. То есть когда вы оцениваете риски в экономическом взаимоотношении, вы в первую очередь анализируете всю ту информацию всех доступных источников, которая характеризует исполнительность этого партнера в прошлом и его репутацию. Поэтому с некоторым допущением можно говорить, что риски равны репутации. Ну и здесь необходимо понимать, что в каждое такое взаимодействие, если оно состоится, то в нем появляются такие компоненты, как финансы, расчеты, факторы, вот эти все вещи. В нем появляются такие вещи, как логистика, в нем появляются такие вещи, как страхование. Поэтому я утверждаю, что рынок финансов, рынок логистики, рынок страхования на самом деле они не являются какими-то такими отдельными рынками. В такой вот уберизованной экономике на самом деле это вспомогательные сервисы, которые должны проникать фактически во все рынки и помогать, и непосредственно привязываться к конкретным экономическим транзакциям и обслуживать эти транзакции ну и последнее по важности это то что вот таких вот возможностей у меня всегда более 1 ну в идеале то есть возможность одна там думать нечего кушать будет сажу не будет нет выбора когда у меня есть вывод у меня возникает вопрос количество альтернатив ликвидность этого рынка то есть сколько еще вариантов я могу найти и какое количество ресурсов на поисках вариант потратить чтобы это было разумно потому что если вы три месяца тратить на поиски того кто вам хорошо сделает ремонт эти три месяца ваша квартира стоит не отремонтирована в ней не живете вы несете убытки через некоторое время вы понимаете что вы денег уже потратили почти столько же сколько вам ремонт бы стоил соответственно почему у нас он рисован такой вот робот озадаченный потому что вот эти все вещи на первый взгляд они не очень сильно автоматизируются то есть там сразу начинают приходят какие-то мысли про искусственный интеллект честно так вот их нейросети прижем значит они будут там тысячи возможных вариантов анализируют там лучше нам подвергать и так далее ну тоже путь но во первых этот путь не очень однозначно потому что у человечества существует такой понять как ответственность в большинстве случаев человечество не готово на алгоритмы роботов и все вот это приложить ответственность за это у нас стоит беспилотные автомобили не очень бюджет из этого масла очень летает беспилотный самолет мы тем не менее ответственность есть железяки не спросишь и с этим приходится считаться по этому вопрос а где там можно эту роботу собственно применить и как можно всю эту систему создать двигаться быстрее увеличить свою эффективность здесь мнение что есть две основные собственно оси первая ось это степень определенности в экономических взаимоотношений а вторая оси степи ликвидности взаимоотношениях то есть одна характеризует насколько точно мы можем описать предмет сделки а вторая характеризует насколько большое количество вариантов из которых по каждой своей потребности мы можем найти удовлетворяющий источник соответственно я утверждаю что можно вот так вот нарисовать прямой никогда по двум осям и посмотреть просто на его углы вот здесь и очень высокая ликвидность очень высокая определенность вот это то что можно делать прямо сейчас если у нас есть какая-то область достаточно структурированная до полной определенности на которую есть стандарты установившейся практике которую можно описать конечным числом параметра пусть даже достаточно велико это уже сейчас можно вручать не всякому искусственному интеллекту а самым простым уговорителем которые предсказуемые которые можно верить с моей точки зрения при котором определенность высокая а ликвидность при этом низкая он просто конечно не бывает потому что если что-нибудь очень такое массовое понятное хорошо описано то вероятнее всего его всяко более одного кто не будет делать здесь у нас есть такой замечательный угол в котором не ликвидность и неопределенность это вещи уникальные значит рынок уникальных вещей всегда будет держаться исключительно на сообществах людях связях репутации и циркуляции информации так далее либо просто на общее известных как говорится фактах то есть если вы хотите построить атомную станцию куда вы прогресса там пойдете ну еще есть три места куда можно в принципе пойти и там вам обещают построить но поскольку всем неизвестно у вас в общем даже нет вопроса куда идти и вот здесь вот очень интересный угол это там где ликвидность высокая то есть много людей этим занимается много компаний много источников а определенность очень низкая либо очень сильно сильно эстетическая компонент либо эмоциональная компонента вот здесь пока человеку альтернативы серьезные пока нету а почему я там смартфон себе нарисован просто в силу того что он очень хорошо характеризует некий такой очень промежуточный вариант с одной стороны это вещь которая имеет вполне понятные параметры а с другой стороны вещь которая имеет эстетическую компоненту и при этом для разных людей она имеет разное значение то есть если я смотрю сперва на параметры а потом чтобы это не очень ужасно выглядело допустим моя супруга смотрит на то как это выглядит и только потом я смотрю на параметры чтобы не дать ей выключить что-нибудь совсем ужасное так вот если мы сбросим со счетов ось ликвидности и говорим что мы работаем только с ликвидными с достаточно ликвидными рынками по убилизации то мы поймем что у нас вообще появляется такая линейная шкала на одном конце робот там все прям очень сильно структурировано на другом конце человек там где вообще просто вот прям вот чисто эстетически надо соображать соответственно все все на сегодняшний день битуби и битуси и вот эти все фактические площадки то есть то что называется платформе вот это весь был marketplace of мы можем по этой оси в принципе куда-то разместить зависимости от того какую часть проблематики выбора можно перенести с человека на машину то есть если у вас вообще есть только каталог с картинками вот допустим очень многие интернет-магазины такое ощущение что делают люди которые не хотят вообще дать мне выбор то есть они меня подсовывают я там у них ничего невозможно купить кроме как с домашней страницы потому что ты пытаешься что-то там дальше искать ты получаешь бесконечный список из тысяч фотографий и очень быстро устаешь от него значит соответственно ответом является параметризация и то что называется интернет-магазинах посет то есть это определенные шаблоны наборы параметров по которым мы можем под себя из всего многообразия отобрать ту выборку с которой уже работает человек то есть появляется некая автоматизация чем лучше это каталогизация тем меньше участие человека больше участие алгоритмов и если это очень глубокая параметризация вот я люблю магазины с глубоким глубокая параметризация потому что я хочу задать те диапазоны параметров как товара которые я хочу видеть и получить три варианта пять вариантов но не больше вот кстати простой вопрос казалось почему сколько какое количество ответов должна давать идеальная поисковая система 11 при этом важное дополнение идеальная поисковая система дает ответ на тот вопрос который вы имели в виду они тот который набрали в строке поиска вот когда это станет возможно и вот здесь вот есть вот такая стрелочка с названием и и она о чем она о том что по мере того как мы усовершенствуют алгоритмы именно связаны с искусственным интеллектом по мере того как будет расти доверие к ним мы сможем все большую часть того выбора который на сегодняшний момент мы не можем на компьютере приложить таким и вручать чем сильнее развитие тем вот этот робот сюда дальше может уехать тем дальше может приключить человека из процесса принятия решения или во всяком случае отключить из этого лично я делаю очень простой вывод невозможно оцифровать всю вселенную невозможно сделать все рынки сразу вот такими вот полностью автоматизированными где роботы вкалывают и часто человек значит моей точки зрения всегда будут вещи связанные с которым можно будет уберезировать привести на платформу там почти полностью будут вещи которые это можно сделать ограничено будут вещь которые нельзя и поэтому надо там говорить про тотальный а теперь собственно давайте рассмотрим эти такой терминальный случай когда мы имеем дело с очень хорошо структурированной предметной областью в которой выражая потребность мы можем эту потребность выразить достаточно однозначным образом таким чтобы на уровне алгоритмов можно было сопоставить потребность с возможностями потенциальных партнеров и скажем так результат не разочаровал потом меня у нас есть платформа у нас есть платформа которая в обязательном порядке включает себя очень глубокую детализацию каталогизацию структурирования предметной области то есть это означает что предметная область должна быть такая которая в принципе подчиняется этому процессу ну например давайте возьмем не знаю машиностроение да очень хорошо регламентированная отрасль в которой огромное количество стандартов да там есть очень там какое-то количество вещей которые нельзя каталогизировать но на 90 процентов там гайки шпильки металл прокат детали так далее это все очень хорошо структурированные вещи или например легкую промышленность вот когда про легкую промышленности агород мне сразу говорят да вот там же ткани разных моря разных моря весь каталог понтон который там содержит кратное количество цветов по которым можно сделать вектор дистанции между цветами то есть при подборе аналогов которым можно сделать там еще целый ряд вещей остаются некие там моменты с узорами до которые остаются вдоль человека но одно дело выбрать из трех узорных тканей в такой-то тональности совершенно другое дело достать бесконечный каталог особенно когда у тебя производство сейчас станет тебе нужно запутать руку соответственно понятное дело платформа четко должна с ценами это понятно это просто цифра это просто и она должна работать с рисками то есть репутацией это очень важный момент потому что все эти платформенные решения они делают одну очень важную вещь они репутационные риски с контрагента забирают на себя то есть вы покупаете на алиэкспрессе не потому что вы доверяете тому китайцу безымянного который где-то значит что-то там вам загружает в это доверяете алиэкспрессу доверяете и вот допустим если сейчас алиэкспресс там это доверие там чем возврат на деньги фактически гарантированно то есть они свою свою репутацией они отвечают за то что деньги вам вернут если вы не будете довольны и что они будут разбираться в ситуации поэтому из этого прямо следующее любая такая платформа должна сопровождать все сделки от начала и до конца и накапливать репутационную информацию и не позволять людям с этого вопроса соскочить то есть сделка была она должна быть закрыта обе стороны должны получить дать подтверждение того что они выполнили свои обязательства недовольны друг другу что качество нормально и так далее так далее и самый главный такой момент то что именно в этой платформе у нас накапливается такой большой 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 объем индустриальных данных именно по этой индустрии любая такая платформа через три года после своего старта при условии успешного старта знает про этот рынок больше чем любой минстат правительства российской федерации профильные ассоциации органы и все участники рынка вместе взятых ну просто потому что она в функционном фокусе находится на капает реальную информацию при реальной транзакции мы собираемся иметь мы собираемся иметь следующее предприятие которое работает в рамках такой платформы взаимодействует с ней давайте рассмотрим сначала просто даже не поправим по покупке поскольку мы говорим про хорошо структурированную область то мы можем фактически напрямую из систем управления предприятиями систем производства планирования увязывая собственно номенклатуру с которой работает предприятие с номенклатурой площадки это опять-таки решаемая абсолютно задача на сегодняшний технический уровень мы можем делать сквозной фактически без человека цикл который автоматически подгоняет все необходимое для работаемого предприятия по дороге на каждой буквально транзакции оптимизируя это все дело как говорят люди артисты до железного хруста чтобы прямо щелкнуло а человек в этой системе из человека который роет связи контакты и так далее берет взятки кстати превращается в человека который задает правило то есть я могу задать правило о том что если у меня по требуемым не позиция лучшая цена дается контент потенциальным контрагентом с рейтингом не ниже то сделка заключается автоматически я могу точно так же формировать правило о том что я буду поставить какие-то лимит цены знаете как трейдеры делают пока вы цена дошла до сюда меня не беспокоит работает автоматик я могу поставить другие условия но важно другое то что я не занимаюсь оперативной деятельностью и весь мой отдел закупок дружным строем идет либо на производство либо на биржу труда остается там один человек который реально принимает ответственное решение соответственно я концентрируюсь вместо двигатель 5 поиска анализа концентрируюсь уже на бизнес решение на планирование производства и кроме того это все работает очень быстром цикле а теперь представим себе что на самом деле за каждым моим поставщиком стоит еще такая система дальше я уже говорил там есть четыре пять шесть восемь переделок и когда мне необходимо с оптимизировать мою конкретную сегодняшнюю вот сегодня у меня запрос на 10 тысяч единиц моего товара мне необходимо просчитать его вот сейчас как владимир рассказывал еще год назад у китайцев это занимает два часа приблизительно за два часа они умудряются через систему которая не настолько структурированная которые используют фактически такой более расслабленный поиск они умудряются полностью по партнерской сети последним ценам все пробить отвести и выгодить абсолютно обоснованное предложение если у нас очень высокий уровень интеграции если у нас фактически там работают компьютеры с компьютерами то есть у нас образуется фактически сеть координации которая может собирать информацию собирать плане планы там планы с разной вероятностью так далее по сложным товарным позициям формировать все деревья взаимодействия и так далее так далее это все почти без участия человека и наконец если эта платформа хочет быть действительно удобной то она должна подтянуть расчеты должна быть транспорт должно быть и страхование при этом я настаиваю на том что вот если танки банк транспортные страхования там тоже должна быть платформы которые то есть Ricens аппарата никому не интересно там нужна платформы которые агрегируют банковские услуги регулируют транспортные услуги, которые работают к тому же принципу, но это платформы, которые работают для платформ. Последнее, пожалуй, что здесь хотелось бы отметить, применительно к таким вот, к такого рода платформам, это то, что на самом деле это чуть более сложная вещь, потому что если мы возьмем любой рынок, нам нужно будет внимательно посмотреть на него с точки зрения его ролевой структуры, кто чего покупает, в чем интересны этих ролей, как ими взаимодействуют, как они смотрят друг на друга. И то, да, там, репрезентация, те свойства, которые платформа отдает в адрес разных ролей, могут быть разными. Я вам привожу простой пример. Если вы сельскохозяйственный, вы привязываете картошку, у нее есть сорт и еще куча параметров. А вот, например, на крупных сетях картошка бывает двух видов, красная и белая. И еще двух видов, грязная и мытая. И еще двух видов насыпанная и фасованная. Все, у них нет других плоскостей. И им неинтересно. Собственно, я вот отлично закончил. Выводы мои следующие. Первое. Я не верю в платформу всего, в мега-убер, в тотальную вот такую вот завязанную. Я верю в узкие отраслевые платформы, которые очень глубоко забираются в предметную область. Очень глубоко заточены на предметную область и вкладывают в нее. С моей точки зрения, главная ошибка всех, кто сейчас пытается заниматься маркетплейсами и так далее, это тем, что они пытаются отсидеться где-то на обочине. Они не хотят лезть внутрь рынка, они не хотят разбираться, чем они торгуют. Они пытаются строить такие дженерик-площадки, которые вот все, что хочешь, сам себе набери там параметры, пусть переговоры этим параметрам ищут. Ну, не политика. Значит, один из ключевых вопросов, кто вложится в эту самую цифровку реальности. То есть, кто будет создавать те самые каталоги, кто будет каталогизировать эту реальность в самых разных отраслях. Это действительно очень большой труд, и здесь есть там некая надежда, что государство наше родное в этом поможет, и это могло бы дать очень сильный импульс. Значит, платформа должна управлять рисками через репутацию и вести сделки от начала до конца. Платформа должна понимать, что она должна забрать часть бизнес-процесса у своих клиентов, покупки-продажи в частности, и выполнять их лучше и эффективнее, чем клиент, за тот процент, который она с этим контрактом берет. Значит, и последнее, что я хотел бы озвучить, это то, что это именно платформы, они являются, с моей точки зрения, важнейшим элементом инвестиционной системы, потому что именно они накапывают ключевую информацию по инвестированию в сектора экономики. Если вы хотите построить завод по производству метизов, то платформа вам может дать полный расклад, где их не хватает, в каком, какие средние цены, какие товарные группы больше расстрелены, где дефицит и так далее, ее нигде больше нельзя. И поэтому наличие любой индустриальной платформы и выход ее на определенное время развития фактически гарантирует объемы данных, которые обеспечивают осмысленное развитие этого сектора и максимальную эффективность инвестиций в этом секторе. Все, я закончил. Вот там есть сайт, там можно в любой момент со мной связаться. Спасибо, Алексей. И я в этом месте предлагаю сделать небольшой этап как раз выработки этого единого языка. Может, у кого-то есть вопросы? Вы не подскажете, вот существующие платформы есть уже? Да, ну, например, такие в России, кроме Яндекс.Мартика. Наиболее эффективно работающие. Смотрите, я, вот, пример, который мне очень нравится, платформного решения, который почему-то не университет как такое, называется CarPrice. Как? CarPrice. Не знаете, что такое CarPrice? Ну, посмотрите, вам будет интересно. Это просто два этичников решили, что рынок бушных автомобилей, он какой-то дикий, корявый и неудобный. И сделали очень простое. Они сделали стандарт на, некий стандарт на осмотр автомобиля, на его, как бы, карточку состояния. После чего ты приезжаешь, тебе по определенной методике, которая открыта и всем известна, всем дилерам известна, делается вот этот самый осмотр, заполняется карточка, после чего у тебя 30 минут экспресс-аукцион между скупщиками. И твой автомобиль уходит. Это российская? Да, российская. 40 миллионов инвестиций они получили в прошлом году. У меня вот знакомая пользовалась с типсервисом, говорит, 35 минут, конечно, вранье, но за 3,5 часа машина полностью уходит, причем, в общем, за разумные ценники с абсолютно минимальным риском. Деньги получаешь безналом через двое суток на карту. Вот CarPrice, например. Ну, там всякие вещи, типа Яндекс.Такси, молчу. Есть очень хороший рентомания, есть хороший стартующий проект, но они как-то сейчас не очень сильно видны. Это C2C аренда. Очень много проектов в области транспорта, но проекты в области транспорта, с моей точки зрения, совершают одну системную ошибку. Они никак не понимают, что машина не нужна. Нужно, чтобы груз с определенными характеристиками, определенным профилем сохранности, температурным прочим, попал с точки А, с точки Б. То есть на верблюдах-то у машины, газелью, никому не интересно. Они пытаются продавать машины раз за разу. То есть фура из Воронежа в Москву. Вот как только они сообразят, что вот этот переход надо, что репрезентация разная, потребителя транспортной услуги, и у исполнителя ее, что у исполнителя есть машина с определенными характеристиками, а у производителя есть груз с определенными характеристиками. Их задача заключается, чтобы грузы с машинами встречать, а не машину с потребителем машины. Вот тогда это будет уже более интересно. Что у нас еще такого интересного есть в платформе? Я думаю, что многие, кто так или иначе смотрит на эту тему, могут назвать несколько платформ, которые им нравятся. Я, конечно, буду всегда вспоминать в таких случаях SmartPAD, потому что я всегда могу вспомнить платформу Alibaba. Ну, в принципе, вот некоторые из них здесь были перечислены. Здесь вопрос, насколько глубоко автоматизируется «Ну хорошо, правильно?»